Fox News, США, конференция с участием демократических кандидатов 2020 года началась с пламенного цитирования беглой убийцы полицейского Асаты Шакур. Грек Рео. Fox News, США. 2 апреля 2019 года. В понедельник в Вашингтоне, штат Колумбия, стартовала конференция с участием 8 видных демократических кандидатов в президенты на выборах 2020 года. Началась она с лозунга «Находящийся в бегах убийцы полицейского», который присутствующие профсоюзные и политические группы скандировали в унисон. «Нам нечего терять, кроме наших цепей». Джамал Уаткинс, Ямал Уаткинс, вице-президент по гражданской активности Национальной Ассоциации Содействия Прогрессу Цветного Населения, начал выступление, сообщив аудитории на конференции «Мы люди», уиты пепли, что будет цитировать слова Асаты Шакур. Асаты Шакур, также известный под именем Джоэн Чесимэрт, Яанни Чесимэрт. Шакур была осуждена за убийство сотрудника полиции штата Нью-Джерси в 1973 году, когда входила в Черную освободительную армию. После побега из тюрьмы в 1979 году Шакура бежала на Кубу, которая предоставила ей убежище, хотя она до сих пор остается в списке наиболее разыскиваемых ФБР-террористов. «Я пришел сюда не для того, чтобы делать вам какие-то замечания. Это будет долгий и значительный день», — сказал Уаткинс. «Я хочу, чтобы вы сделали кое-что со мной вместе. Я хочу, чтобы бы вы вместе со мной повторили несколько слов лидера по имени Асаты Шакур. Поэтому если вы можете встать, если вы не можете стоять, то это ничего. Но я хочу, чтобы вы повторяли за мной». Затем Уаткинс начал цитировать Шакур, делая паузы, чтобы присутствующие могли за ним повторять, «Мы обязаны бороться за свою свободу. Мы обязаны победить. Мы должны любить друг друга и поддерживать друг друга. Нам нечего терять, кроме наших цепей». Слова Шакур в свою очередь были заимствованы из финальных положений коммунистического манифеста Карла Маркса и Фридриха Ингельса. «Пролетариам нечего терять, кроме своих цепей». Приобретут же они весь мир. «Пролетари всех стран, объединяйтесь». Среди присутствующих групп были Sierra Club, Sierra Club, Mufon, Mavion.org, Фонд планирования семьи, PlanetPrint.O.O.T.I.T.I.O.N.Fund, Международный союз наемных работников сферы обслуживания, СИЮ, и профсоюз американских работников связи, Чемунича Тиоан Суаркерсов Америча. Их пригласили на конференцию, чтобы они послушали выступления ряда докладчиков, среди которых были такие демократические кандидаты на выборах 2020 года как Кори Букер, Чуры Бакер, Кулиан Кастро, Юлиан Чистра, Бета Рурк, Бета Раурки, Эмми Клобучар, Амми Клобучар, Берни Сандерс, Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, Елизабет Уайен, Джейнсли, Яинсли, и Кирстин Гилибранд, Кирстин Гилибранд. Хотя не было никаких признаков того, что эти кандидаты одобряют комментарии Шакур, демократы и прогрессисты уже давно оправдали осужденную убийцу. Например, калифорнийский демократ Максим Уотерс, Максим Уотерс, написал в 1998 году тогдашнему президенту Кубы Фиделю Кастро письмо с извинениями за то, что проголосовал за резолюцию, призывающую Кубу прекратить укрывать Шакур. «Я и некоторые члены собрания чернокожих в Конгрессе по ошибке проголосовали за совместную резолюцию обеих палат, в которой содержится призыв к правительству Кубы выдать Соединенным Штатам Джейн Чесси Мерт и всех других лиц, покинувших Соединенные Штаты в связи с политическими преследованиями и получивших политическое убежище на Кубе», писал Уотерс Кастро. Джейн Чесси Мерт, имя, полученное при рождении политической активисткой, известный большинству членов собрания чернокожих в Конгрессе как Асата Шакур. «Примите к сведению, что я против резолюции. Я недвусмысленно заявляю, что была допущена ошибка, и я бы проголосовал против этого акта». Не прошло незамеченным отсутствия на понедельничной конференции бывшего вице-президента Джо Байдена, которого сейчас обвиняют в нежелательных прикосновениях две женщины. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...